День добрых дел Мама, давай спрячемся. В эту игру Данила играет с мамой перед сном. Он прижимает к себе любимого бегемота шоколада и зарывается в идеало, как будто хочет спрятаться от всех опасностей в мире. У Данила аутизм. Он как будто отрешен от реальности и полностью погружен в себя, в свой уютный и безопасный внутренний мир. Как только врачи поставили диагноз, мама оставила работу, успешную карьеру, хороший заработок. И все силы направила на то, чтобы привести сына в наш мир. Она уверена, что только так, взявшись за руки, можно проделать этот путь, показать Данилке, что реальный мир готов принять его и стать таким же добрым и уютным, как мамины руки или клетчатые домашние одеяла. В том, что у ребенка аутизм, вины родителей нет. Это врожденная особенность, которая становится явно заметна и диагностируема примерно к 2-3 годам. Дети с аутизмом не то, чтобы не хотят развиваться, как их сверстники. Они просто не могут этого делать. Каждому действию, слову, способу поведения их нужно учить. И это долгая, кропотливая работа, в которой важен каждый шаг. Большой толчок в развитии у Данилы случился тогда, когда он начал ходить на занятия в Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». У Данилки появился интерес к происходящему вокруг. Развивается самостоятельная речь, появляются свои привычки и способы взаимодействия с окружающими. Каждый вечер мама читает Данилке книжки. Кажется, что он вовсе их не слушает. Спрыгивает с кровати, играет в игрушки, не смотрит в книгу и никак не реагирует на прочитанное. Однажды мама решила отдохнуть и легла на кровать. Данила подошел и спросил, «Ты спишь?» «Спи. Я расскажу тебе сказку». Взял одну из прочитанных недавно книг, открыл ее и стал рассказывать. Вот лиса, вот петушок. Сейчас она его «Ам!» Еще год назад такое невозможно было представить. Развитие Данила не идет по прямой. Случаются и откаты, потери уже приобретенных навыков. Но педагоги и родители прикладывают все усилия, чтобы Данил вспомнил все, чему его научили, и научился чему-то новому. Но без нашей помощи Даниле и другим ребятам, которые приходят вместе с ним на занятия в Центр Дорогу и Добра, не справятся. Чтобы Центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем десятую часть необходимой суммы 300 тысяч. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детские сады школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте смс на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел «Сумма пожертвования цифрами». Например, «Ребята 100». И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. 3443. Сервис доступен для операторов МТС, Мегафон и Билайн. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.